Добрый день! Я хочу рассказать о моем долгосрочном уже сотрудничестве с издательством «Языки славянских культур». Последние 20 почти лет мы сотрудничали вместе над изданием «Четырехтомник» в итоге получился, серии изданий «Бизантина Ростика. Свод византийских свидетельств о Руси». Все началось с первого тома, который в 2004 году был опубликован, и он включает в себя характеристику всех византийских источников, в которых есть свидетельства древнейшей о Руси, славянах, княжецах славянских, древнерусских, и различных взаимоотношениях с Византией, русских князей, отдельных русских племен и так далее. Книга содержит общий очерк развития истории византино-русских отношений, характеристику, как я сказал, уже памятников, и самый важный, наверное, раздел в этой связи, который никогда не публиковался, это «Анамоксикон». Что это такое? Это термины, имена, связанные с ручью византийских памятниках, которые сохранились с IX по середину XV века, то есть за все византийское тысячелетие. И расшифровка, предлагаю, те значения, имен, терминов, анонимов, топонимов, которые встречаются в византийских источниках. То есть это практически полный корпус свидетельств о Руси и обо всем, что с ней связано в византийских греческих текстах. Ну, после того, как общий том был издан, общение с коллегами, рецензии на его побудили меня все-таки представить переводы самих текстов, потому что, ну, естественно, эллинисты, которые могут читать, для них это полное такое, полное руководство памятников. Ну, и для русистов, скажем, людей, которые не владеют греческим, это остается не совсем доступным, эта книга. И поэтому издали второй том, который касается переводов основных византийских источников с IX по середину XIII века. Здесь такие, ну, хорошо известные и уже нашедшие свою литературу исследовательскую и в нашей традиции, и в зарубежной византино-веческой, как Россия Георгия Мастрицкого, труды Константина Багринародного, исторический труд Яна Киннама, Никита Ханиада, Анны Камниной и так далее. Включают в себя аналитические статьи, посвященные источниковидению этих памятников, и русские переводы текстов, в которых имеются свидетельства о Руси и обо всем, что связано с ней, и комментарии, комментарии, в которых рассматриваются, с одной стороны, отождествление с тем или иным топонимом, местом, или личностью, которая упоминается в византийских источниках, а с другой стороны, проблемы идентификации, датировки, потому что, как правило, белых дат почти нет, значит, это все приходится восстанавливать исследователям, и вот эти проблемы, они решаются в комментарии. Третий том был посвящен только актам, документальным памятникам. Это документы, акты, заключенные между византийскими императорами и князьями древнерусскими, греческие тексты, и в переводе на славянский язык, когда они сохранились, греческие оригиналы. Это монастырские акты, ну, прежде всего, акты Константинопольского патриархата, в которых содержится свидетельство о Руси, русских епархиях, русских метрополиях. Афонские акты, наиболее значительный и объемный материал, который содержится в третьем томе византийно-ройсика, это акты Афона, прежде всего, акты Лавры Святого Афанасия, и акты русского на Святом Афоне монастыря Святого Пантелеимона. Тоже по разбивке хронологической, это от начала XI века до конца XIII века. Вот в такой хронологической связи находятся эти памятники. Другие монастырские акты, если там есть упоминания о Руси, о русских, о том, что связано с Руси, они тоже попадают в третий том. И, наконец, четвертый том, который вышел уже совсем недавно, он вытерпел два издания. Первое издание в 2020 году и второе в 2021 году, посвящено литературным свидетельствам византийских памятников, но, опять-таки, о Руси и обо всем, что связано с Русью. Здесь сюда входит житийная литература, памятники военно-политической мысли, стратегиконы, стратегии и тактики, жанр распространенной византийской литературе. Кроме того, здесь поэтические сочинения, мемуарная литература, историческая литература, эбестолограмия и прочие тексты. То есть, самый широкий охват жанровый, в которых содержится памятник, в котором содержится свидетельство о Руси. Многие из них переведены на русский впервые, они до сих пор не стали ни объектом интереса историков, византийнистов, ни издавались таким образом. Таким образом, это первый ввод этих памятников в науку. Включено здесь и два других сочинения. Это жития Печерских святых, Антония Печерского и Феодосия Печерского, переведенные на греческие, созданные на греческом языке, на Афоне. Правда, памятники поздней конца XVIII-XIX века. Но это впервые памятники, созданные по-гречески на основе русских материалов, русских текстов. Это уникальное свидетельство, если еще 10 лет тому назад на конгрессах, обычно, когда анализировали русско-византийские отношения, то говорили, что вот да, конечно, много византийских памятников стало известно на Руси, в переводе, на славянский язык, на древнерусский. А вот обратной картины мы не видим, хотя отношения мы взаимозависимые, взаимообразные. То вот памятников, переведенных с русского языка на греческий, у нас нет. Это как раз то, что я нашел во время последних поездок на Афон, в русский монастырь. Это рукописи, несколько-несколько подготовленных кодексов, издание памятника Афониада. Афониада создана на Афоне греками на основе русских текстов и представлены в виде нескольких редакторов. Это вообще памятник, введен впервые за последние несколько лет. И перевод их на русский язык тоже появился в 4 томе. Таким образом, Бизантина Россика, то есть корпус византийских свидетельств о Руси, он получил вот такое завершение в виде многожанрового, многоязычного свода византийских, грекоязычных памятников, нашедших свое отражение в византийской литературной и актовой традиции. Наше затрудничество с издательством «Языки славянской культуры» продолжается сейчас. Мы готовим издание, я с моими учениками подготовил издание памятников, связанных с Афоном и Палестиной, грекоязычными, прежде всего, в которых тоже отражаются связи России, Руси и России вплоть до 19 века в литературных текстах. И мы готовим, надеемся, что в этом году, если Бог даст, это тоже, эти тексты будут изданы. Многое из них впервые издается и впервые вводится в науку, впервые увидит свет, и тоже будут там и издания греческих текстов, и воспроизведения рукописей, и переводы на русский язык. Так что весь круг интересующихся и ученых, и читателей, которым интересна эта тематика, смогут познакомиться. Ну, а там дальше и новые уже идеи есть. И мы сейчас работаем с моими коллегами, учениками. И Бог даст, живо будем, то будут еще и еще книги, посвященные Византина, русским грека, русским связям, литературным, историческим, церковным. Спасибо. Спасибо.